Всем солнечного доброго утречка! С вами Одесситка из Швейцарии, и я рада вас видеть снова на моём канале, где я ежедневно делюсь своими швейцарскими буднями, а также новостями из Швейцарии. Кто ещё не подписался на мой канал, может сделать это прямо сейчас, так как сегодня у меня будет очень горячая тема, которая интересует очень многих людей, не живущих даже в Швейцарии. Как же мы переживём эту зиму? Так как очень много фейковых новостей, очень много пропаганды появилось сейчас в сети, поэтому комментирую ваши страхи и попытаюсь вам объяснить, как работает система в Швейцарии. Хочу ваше внимание уделить то, что я говорю всегда о Швейцарии, которая не входит в Евросоюз, а также проживаю в немецкой части Швейцарии, которая, естественно, может отличаться от французской либо итальянской. Но общегосударственные вопросы, конечно же, касаются всех частей Швейцарии. Ну что, интересная эта тема? Поехали вместе со мной. Ну а кому не интересно, хочет больше пейзажей, культуры и красот Швейцарии, найдёт подходящее видео в разделе, плейлисте «Путешествия по Швейцарии» либо «Выходные в Швейцарии». Ну что, начнём! Итак, впереди у нас зима, а с этим связаны большие опасения. Для начала хочу заметить одну особенность, которая, может быть, людям, живущих в странах СНГ, будет непонятна. В Швейцарии, может быть, и в других странах Европы не просто повышают тариф и ставят людей перед фактом, и им всё равно, как люди будут платить. Нет, об этой проблеме надвигающимся кризисом бьют в набат далеко заранее, подготавливают людей, что, может быть, повышение цен, может быть, будут трудности, поэтому давайте уже сейчас примем какие-то меры. Государство на своём уровне поддерживает колебанию цен, чтобы Анетта не сильно отзывалась на карманах обычных людей, тем более людей, которые не шикуют в этой жизни. Средние прослойки населения. Поэтому они таким образом заботятся о своём народе и выделяют огромные субвенции на фирмы, чтобы избежать огромных скачков в цене. Я вам уже говорила в предыдущих сюжетах, как произошло с ценой на бензин. Чтобы у людей сразу не вызывало шок, такой скачок цены, государство 20-30 трапинцев доплачило со своего кармана. Интересно будет узнать, как в ваших странах обстоят дела с такими моментами. Я помню, что Франция ещё больше доплачивала за бензин. 95% всех нужд Швейцария может обеспечить при помощи своих атомных электростанций, а также накопительных систем, энергостанций, которые работают от платин. Штаунзе – это озёра, искусственные водохранилища. Но так как Швейцария находится в центре Европы, то, естественно, имея соглашение с соседними странами, мы, конечно же, помогаем и другим странам. Особенно Франции и Германии, у которых проблемы с такими делами намного выше. Германия потребляет очень много газа, а с Францией мы обмениваемся атомной энергетикой. В Швейцарии, как и во всей Европе, люди экономят электроэнергию и природные ресурсы. Не потому, что они бедные, у них нет денег, не потому, что они жадные и хотят сэкономить траты, а потому, что они понимают, что природные ресурсы недолговечны. На примере Нидерландов, которые нашли скважину и распределялись этими энергоресурсами, очень необдуманно, отапливая даже коровники, очень быстро эта скважина истощилась, и они перешли на потребление импортного газа. А это, естественно, всегда привязка, и, конечно же, ты зависишь от других стран, чего Швейцария категорически не любит и всячески пытается избежать этой зависимости. Об этом трубят уже несколько лет, что нужно переходить и искать новые возможности отопления, а также уменьшить свое безрассудное потребление природных ресурсов. Вы уже знаете из моих сюжетов, насколько швейцарские люди бережно относятся к своим природным ресурсам, как они сортируют мусор, как они переходят на электромобили, чтобы уменьшить выхлопы, как они переживают за расход воды, которая точно так же заканчивается, она не бывает бесконечной. И поэтому нам, живущим в Швейцарии, в принципе, новые какие-то ограничения не пугают, потому что мы с этим живем уже несколько лет. Особенно это стало очень ярко выражено на карантине, когда экономика всех стран пострадала, когда люди вынуждены сидеть дома, пандемия, закрывали предприятия, не работали рестораны два года и так далее. И, конечно же, очень многие люди уже тогда задумывались о своем потреблении безрассудном, пересмотрели свои приоритеты в жизни, расставили совершенно по-другому и пересмотрели свои привычки. И я уже говорила в своем сюжете, что в нашем случае тарифы на электроэнергию остаются неизменными на следующий год. И здесь я, конечно же, ошиблась, применив это сведение ко всей Швейцарии, так как это касалось только нашего гемайнды. Только недавно я узнала, что каждая гемайнда закупает электроэнергию самостоятельно. И вот наша гемайнда, опять-таки, нам повезло, очень грамотно подошло к этому вопросу, и у нас зафиксированные контракты до 2024 года, поэтому наша цена остается неизменной. Но что это означает в общем? Компания, у которой мы зафиксировали цену на электроэнергию на минимальном уровне, какой он есть сейчас, она обязана нам продавать электроэнергию по этому тарифу. Но есть еще и рынок, который диктует цены. И если цена пойдет по сумасшедшему вверх, а компания вынуждена нам давать эту цену, при этом тоже зарабатывая, то дай бог, чтобы они не обанкротились. Эта компания в нашем случае называется Alpik, она является очень крупной в Швейцарии, и государство сейчас ее субвентирует на 7 миллиардов франков, чтобы продержать эту компанию на плаву, чтобы она выполнила все свои обязательства, несмотря на колебания цен на рынке. Что же происходит с энергией в Швейцарии? Значит, у нас горные реки, водопады, озера вырабатывают достаточное количество электроэнергии, которая способна обеспечить 95% потребления всей страной. Но это потребление точно так же скачет. Оно неравномерно, потому что зимой все начинают топить, и, естественно, идет скачок потребления. И этого запаса может на зиму не всем хватить, так как мы обязаны еще смотреть за нашими соседями, с которыми есть какие-то договоренности, контракты и так далее. Потом, весной, уровень потребления энергии падает, но в это же время растет, опять-таки, количество вырабатываемой энергии, так как начинает таять, сходить снег, и растет выработка энергии. Конечно же, сбалансировать это невозможно, потому что это природно, что зимой, когда холодно, пользуются больше отоплением, чем летом и весной. Поэтому и стоит вопрос, чтобы люди уже сейчас начинали экономить ресурсы, чтобы на зиму было как можно больше сбереженных ресурсов. Я надеюсь, что я понятно объясняю на своих словах, на пальцах, как я это понимаю, как мне это объяснил мой муж. Поэтому уже сейчас есть рекомендации, как можно снизить расход электроэнергии. И самое главное, в отличие от наших людей, местные люди прекрасно это понимают, доверяют своему правительству и принимают активное участие в этих моментах. То есть не берут в штыки, о боже, нас загнали в концлагерь. Нет, осознанно понимают это и осознанно начинают смотреть, как я, где могу сэкономить, чтобы опять-таки из солидарности со всеми принимать участие в этом процессе. Так вот, значит, никаких законов швейцарское государство не вводило, и тем более тюремного заключения за то, что человек будет больше топить свое помещение. Какие-то слова вырвали из контекста и слепили, значит, такую вот идею. Хочу вам сказать, что швейцарская тюрьма больше похожа на санаторий. И приезжие люди, которые не могут на легальных основаниях остаться в Швейцарии, готовы сесть в швейцарскую тюрьму, чтобы иметь крышу над головой, трехразовое питание, интернет и отельный номер. Логически подумав, никто не будет просто так садить людей в тюрьму, потому что это обходится в государство в огромные суммы. Значит, здесь есть рекомендации, расчеты, что при 19-градусном отоплении нам может хватить наших запасов на зиму. А если мы будем больше потреблять тепла, то, естественно, это будет нам и по карману больше бить, и расходовать больше энергоресурсов. Вот и все. Как можно проконтролировать, сколько каждый человек топит? Все рассчитано на осознанность людей. И поверьте мне, здесь люди осознанно подойдут к этому вопросу и будут экономить. А потому что они делают это из солидарности, чтобы этого энергии хватило на всю страну. Чтобы мы не залазили в долги, чтобы мы не покупали импорт, чтобы мы не тратили наши государственные деньги, не переплачивая на скачки рыночных цен, которые возникли на теме войны в Украине. Мало того, все, что говорит правительство наше каждую среду, можете спокойно найти либо на ютубе заседания правительства, либо включать местный канал SRF 1 по телевидению и слушать, что говорят представители нашего правительства. Это все носит рекомендательный характер. Точно так же, как было с карантином. Рекомендовано было прививаться, рекомендовано было соблюдать дистанцию и так далее. Из того, что рекомендовали, и люди это уже поддержали, это избавиться от ненужных расходов электроэнергии. Например, подсветка исторических зданий и церквей. Никому абсолютно не нужна. Люди это уже одобрили. Дальше все возможные фонари, которые стоят в городе, снабжают сейчас солнечными батареями. И вы уже видели в моих сюжетах, когда я гуляю по полю, например, значит, ограждение для коров под током небольшим, чтобы они не разбежались. Так вот, этот ток работает от солнечной батареи. Точно так же от солнечных батарей работают временные светофоры, когда идет ремонт дороги. Это тоже значительная экономия электроэнергии. Естественно, панели солнечные, установленные на крышах домов, значительно экономят электроэнергию, и люди сейчас заинтересованы не потреблять ресурсы, которые рождаются в земле и имеют место заканчиваться, а использовать энергию тепла земли. Это вермепумпен. Использовать солнечную энергию, которая абсолютно бесплатна у нас сейчас есть, тем более в связи с таким вот глобальным потеплением, солнце светит все чаще и больше, и ярче, а также энергию ветра. И эта ситуация, которая сейчас возникла, как говорит мой муж, очень благоприятно воздействует на нашу страну, так как мы давно уже к этому обдумывали варианты решения, как уйти от зависимости от внешних факторов, как перейти на экологическую энергию. И именно в таких ситуациях кризисных и начинает работать мозг в усиленном режиме. И те заготовки и разработки, которые были начаты и заброшены, из-за того, чтобы не было необходимости, именно сейчас их активно начинают продвигать. Многие фермеры уже предлагают биогаз. Если раньше это было в маленьких количествах, где только одно помещение могло отопить, то сейчас, естественно, они смотрят, чтобы это было в больших масштабах. В моем термальном комплексе уже в прошлом году заранее подумали о таком моменте, и сейчас на огромной площади, на наших крышах, устанавливают уже 4 месяца солнечные панели. Таким образом, наш термальный комплекс будет сам себя обеспечивать энергией и плюс еще и продавать ее нашему гемайнде, которая обеспечит энергией 90 жилых домов. И это все благодаря нашему солнцу. Многие частные дома уже лет 5 назад стали переходить на вермепумпы. Это отопление от нашей земли, теплом нашей земли. Значит, пропускают воду под землю, и она нагревается от недр земли, от тепла земли, потому что вы знаете, что находится в центре земли ядро, которое греет нашу землю. И потом, возвращаясь обратно, уже отопленная натуральным методом вода распределяет, отдает эту энергию в накопитель, и так идет по кругу. Это самое экологическое отопление, которое есть на сегодняшний момент в Швейцарии. И которое стоит просто копейки. Значит, следующий момент экономии, который предлагают, это заменить все лампочки на энергосберегающие. И мы давным-давно уже используем LED-лампочки, которая в 60 раз потребляет меньше электроэнергии, чем обычные. Естественно, рекомендовано экономить воду, но мы это делаем уже давным-давно. То есть у нас не течет вода, когда мы намыливаем руки, либо намыливаем себя под душем. Мы включаем воду только, чтобы смыть с себя грязь, либо мыло. И, конечно же, сейчас рекомендовано принимать душ вдвоем. Это рекомендация. Можно даже с юмором на это обратить внимание. Но я, например, считаю, что это не только сэкономит воду, но и повысит рождаемость, так как такая романтическая процедура не может не привлечь каких-то больше романтических моментов в жизни людей, что, опять-таки, благотворно отразится на экономику нашей страны. Следующий момент – это витрины. Икея, Пфистер в Лисахе. Полностью все этажи горят. Электроэнергия всю ночь. Конечно же, это делается не столько как для привлечения клиентов, кто ночью видит эти вообще на трассе горящие окна, сколько в целях безопасности, чтобы в темноту никто не залез и не ограбил. Но, опять-таки, этот вопрос легко решается с сигнализацией. Поэтому это сейчас тоже будут сокращать. Естественно, призывают людей отказаться от ненужных электроприборов, которые постоянно воткнуты в розетки у нас, и мы ими редко пользуемся. Это значит убирать их и прятать в другое место. Но, как вы знаете по моим видео, вы уже видели, в Швейцарии давным-давно это принято. Ничего не стоит наставлено на кухне. Достают прибор, когда хотят им воспользоваться. Включили, попользовались, выключили, убрали. Потому что все, что в нашей розетке воткнуто, оно все равно продолжает какую-то минимальную энергию, но использовать. Что же касается подзарядок. Конечно же, вопрос стоит теперь с электроскутерами, электровелосипедами, а также электромашины. Опять-таки, людей призывают пользоваться этими вещами по мере необходимости. Например, как это делает мой сын, он каждое утро ездит на работу. Не в свободное время развлекается, а по делу. Вот. Опять-таки, каждый человек для себя лично решает, что ему важно в данный момент. Либо он сократит свои расходы на транспорт таким образом, либо в плане здоровья он лучше пересядет на обычный велосипед, либо будет ходить больше пешком. Из рекомендаций, конечно же, еще такие мелочи, которые всем и так понятны, это готовить под крышкой. Потому что, когда мы выпускаем пар, при этом еще и включаем вытяжку, вдвойне больше уходит электроэнергии. Поэтому накрыли крышкой и выключили электроплиту, и блюдо наше доготавливается на теплой плите. Опять-таки, огромным плюсом является то, что в Швейцарии электроплиты. Кто заметил, я готовлю в духовке несколько блюд одновременно, а не друг за другом. И используя функцию обдува, это тоже ускоряет процесс приготовления, а также равномерно готовит блюда. Единственное, за что можно переживать, это заскачок цен за коммунальные услуги. Потому что я уже слышала, что в других кантонах электроэнергия поднялась на 15%. Но опять-таки, это дело каждого гиммайнда заботиться о своих жителях. Что касается мелких предпринимателей, частных там пекарень, каких-то булочных, опять-таки, государство планирует помогать, субвенционировать, чтобы у них не было из-за скачка электроэнергии, скачка цен, например, да, чтобы хлеб там не вырос в 20 раз, и люди не смогли себе его позволить. Это все будет регулироваться на государственном уровне. И, конечно же, я, живя в Швейцарии, поддерживаю и политику нашего правительства, а также, конечно же, доверяю нашему правительству, точно так же, как это делают местные швейцарцы. У меня нет никакого сомнения, что все у нас будет замечательно. Естественно, когда ты в этом уверен, то и страхом нет места в этой жизни. И я вас очень всех прошу, пожалуйста, не разводите панику, а просто каждый должен начать с себя. И мой призыв к людям, у которых нет, на первый взгляд, проблем, которым внушили, что газа у них столько, что хватит им на миллионы лет вперед, я вас также очень призываю, чтобы вы немножечко задумались о сохранении природных ресурсов. Ведь Земля, наша Матушка, она кормит нас всех и поет, и заслуживает так же бережного отношения, а не просто бесконечного выгребания из недр ее богатств, которые когда-нибудь могут закончиться. Поэтому уже сейчас, задумавшись о рациональном потреблении, вы можете продлить срок пользования этими природными благами. Надеюсь, этот сюжет был для вас полезным. Я желаю вам прекрасного настроения, отличного дня, лучезарных улыбок и поменьше страхов. Перестаньте бояться, перестаньте смотреть, искать какие-то жуткие новости. Ну, а мы увидимся с вами завтра в не менее интересном сюжете. Отличного всем дня, прекрасного настроения. И, кстати, я собираюсь завтра вечером пойти на бесплатный информационный вечер, где руководство Салатурна, города Салатурна, будет объяснять гражданам бесплатно, как вести себя в такой ситуации, что планирует делать правительство. Конечно же, я поделюсь с вами охотно информацией, которую я получу из первых рук от правительства нашего кантона. Договорились? Субтитры подогнал «Симон»!